Всем привет, друзья! Вы на канале Мотохайкер. Итак, продолжаем легкоходную тему, продолжаем собирать снарягу для легкоходного мотопутешествия в стиле байкпакинг. И сегодня поговорим с вами о посуде, которую стоит с собой взять. Я тут прикупил кое-какие вещи, кое-какие вещи я прикупил, конечно, зря, погорячился, но вот что, в общем, чтобы вы не повторяли моих ошибок, я снимаю это видео сегодня для вас. Начну показывать вещи в том же порядке, в котором я их купил. Сначала я купил себе в начале прошлого сезона вот эту вот систему. Это такой, как бы, котелок и к нему маленькая сковородочка. Тут вот, видите, у них есть ручки. Сделана эта посуда из анодированного алюминия и весит, так скажем, суммарно. Давайте я сейчас поставлю на весы и скажу вам, сколько эта фигня вся весит. Так, весит это 236 грамм. На одного человека, я вам скажу сразу, это дохренища. Это очень много на одного человека. Плюсами вот этой посуды являются вот эти вот ручки. Ну, опять же, они же являются минусами, потому что в костер вы такую уже посуду не поставите, потому что ручки у вас оплавятся, огорят. Ну, в общем, будет фигня. Но зато черпать воду откуда-то там вообще адски удобно. Но, я подчеркну, 800 грамм вот этой только нижней кастрюльки на одного человека, это, ну, в легкоходном формате, я бы сказал, это даже очень много. Далее. После чего я купил себе вот эти вот две замечательные кружки. Это уже кружки, скажем так, другого уровня. Это титановые кружки. Одна из них с крышечкой. Одна на 700 миллилитров и одна на 300 миллилитров. Внимание! Если вы будете заказывать подобные вещи где-нибудь там, ну, на всем известном сайте, да, то обращайте внимание на то, что если указана кружка 300 миллилитров, это значит объем до самого верха, то есть по горочку. Соответственно, если здесь не долить один сантиметр, то будет здесь где-то 250 миллилитров. Ну, что, собственно, как бы, ну, нормальный стакан получается. В принципе, вот этой кружки, да, вполне себе достаточно, чтобы комфортно попить чай. То есть я пью, не хватает, без проблем. Я дома сейчас пользуюсь ей с удовольствием, оно как-то аппетитней, пока ждем весны. Что касается вот этой кружки, она с крышкой, да, в принципе, она на 700 миллилитров, даже 700, может, там, с копейками. Но, опять же, это объем до самого верха. Если чуть-чуть не долить, а вы будете все равно не доливать чуть-чуть, то, ну, вмещается, так скажем, по-хорошему, я бы сказал, там, где-то 550 миллилитров, так, нормальных. И то, я считаю, что на одного вот эта кружка, она тоже большая. Скажем, если мне заварить бич-пакет вот в этой кружке, я проверял, буквально сегодня заваривал, то у меня уходит половина кружки воды. То есть мне хватает на одну порцию. Соответственно, я заказал себе еще одну кружку, но чуть-чуть поменьше, скажем так. Будем искать золотую середину. Поэтому, так, а, что касается массы этого продукта, давайте сейчас измерим вот эту кружку. 137 грамм. Давайте еще раз измерим вот этот котелок, сравним. 137, это с крышкой, а это у нас 141 без крышки, но на 800 миллилитров. Соответственно, вот это, я бы сказал, выигрывает. Далее, вот эта кружечка, я вам так скажу, она весит 50 граммов. То есть она очень легкая, выглядит. И, знаете, вот когда я первый раз ее получил, она выглядит настолько несерьезной и маленькой, что думаешь, ю, как туда может что-то вмещаться. А за счет того, что у нее очень тонкие стенки, она и может выглядеть так маленькой. Но, поверьте, вмещается туда реально нормальный стакан 250 грамм. То есть комфортно. То есть суммарная масса вот этих вместе двух кружек составляет 193 против 236. Соответственно, вот эта посуда, я бы сказал, выигрывает у алюминиевой. Но, если вы едете на машине, да, то там не принципиально еще взять. Вы можете чугунную, чугунный котелок взять, это не проблема. Но я сейчас концентрируюсь именно на мото-путешествиях. Именно там, где я буду это все дело использовать в следующем сезоне. Дальше, ребята, давайте теперь поговорим о ложках и вилках. Сначала, вместе вот с этим большим котелком, я заказал вот набор из таких вот трех девайсов. Это ложка, отдельная вилка и даже ножик есть. Суммарная масса этого добра без чехольчика составляет 70 грамм. То есть, сделаны они такие, ну, металлические, я не знаю, какой там конкретный металл, но они тяжелые. Вот скажем, да. Потом, я думаю, ну, мне неудобно таскать, думаю, три вилки, ой, вилку, ложку, ножик. Я хочу что-то компактное. Ну, и сдуру заказал на том же Алике вот такую вот конструкцию. Это тут все вместе и вилка, да, видите, вот. Также есть тут и ложка. В общем, еще ножик даже есть. Это все можно как бы расслаивать, и получается у вас два девайса. Блин, вот. Вот такие вот два девайса. Ну, они адски тяжелые. Они прямо реально тяжелые. Вот держишь в руках и ощущаешь эту тяжесть. Вот вся эта конструкция весит 133 грамма. Поэтому это в топку. Это зря потраченные деньги. Поэтому, ребята, если будете смотреть в эту сторону, не берите. Говно полнейшее. После чего я заказал себе вот эту вот замечательную титановую ложечку. То есть, ну, я ее заказал вместе с этим котелком. Но их также можно заказывать отдельно. Она очень легкая, компактная. И обратите внимание, у нее есть такие зазубриные, типа, как вилка одновременно. Получается такая ловилка. Из ней с помощью этой ложки можно очень красиво, пафосно есть бич-пакет. То есть, очень удобно. Я сегодня пробовал. Мне понравилось. То есть, просто ложкой бич-пакет есть, наверное, будет неудобно. Но вот именно за счет вот этих небольших зазубри, прям вообще идеально. Давайте теперь просто сравним вот эту ложку. Дешманский вариант. И титановую ложку. По весу. Сколько они будут весить? Давайте. Сначала простую ложку. 27 грамм. 27 грамм. Теперь титановая ложка. 16 грамм. То есть, разница почти в два раза. Я сейчас не называю цифру, а просто говорю почти в два раза. Теперь представьте, если вы собираете снарягу, и она у вас там получилась, ну, если вы не паритесь, не задумываясь, получилось 10 килограмм, то будьте уверены, что если озадачиться и задуматься, как облегчить ваш багаж, то можно в два раза уменьшить вес как минимум. И два раза это так, я сейчас просто навскидку, потому что некоторые вещи можно сэкономить массу в три, в четыре раза, да, порой даже в пять раз. Поэтому из 10 килограмм можно сделать легко 3 килограмма и не тащить с собой кучу лишнего багажа. То есть, вы возьмете, в принципе, все то же самое в дорогу, абсолютно то же самое, не лишая себя комфорта, но намного меньше веса. В общем, все, ребята, про посуду мы с вами поговорили, далее в следующих видосах ждите, мы поговорим с вами про спальную систему, которую я собрал, мне еще кое-что должно прийти, поэтому я сейчас видос пока снимать не буду, дождусь, когда все придет. Ну, а потом уже ближе, скажем так, ближе к весне, заценим палатку где-нибудь на природе, тоже, когда она придет, она еще, к сожалению, ко мне не дошла. Ну, в общем, как-то так, да, ребята, все, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, делиться роликами с друзьями, ну, в общем, все как обычно. С вами был Вилли, канал Мотохайкер, увидимся, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok